всем привет вот смотрите какая красота у меня растет это у меня герицей вот чище культуры от заразы потому что заразы здесь к сожалению ой-ой-ой сколько у меня оказалось в общем либо не росло из новой партии либо с заразой то есть чистого вообще ничего нет ну да ладно все это решаемо все это побеждаемо смотрите зимняя пенок какой красивый это у меня с литровой баночки он такой прям вот вообще красота так но дело не в этом хотел я показать про другой немножко просто уж здесь я оказался поэтому решил и тут собственно начать видеосъемку вот вот у меня рейшки растут я просто покажу вам сейчас насколько они долго растут те видео кто меня смотрел на канале в общем примерно можно динамику отследить ну самое интересное конечно у меня здесь находится это вот у меня такой результат эксперимента с автолизатом рождевым ребята какой там мед тут так растет что аж вообще это сильно разбавленный раствор я просто показываю вам самый плохой результат вот более концентрированный смотрите он прям вот с самого низа дорос до верха то есть очень быстро то есть тут уже все тут даже перебор уже это наверное я использовать не буду ну просто посмотреть было любопытно насколько она тут то есть в принципе тут за две недели все уже было зарощено поэтому самый низкокалорийный раствор оказался самым как говорится работа пригодным вот так скажем ужас какой в общем растет так что аж в общем очень круто в принципе с одной получается на пакета этой дрожжи у нас получается литров наверное 15 это раствор можно сделать вот с самой вот этой низкой концентрации то есть принципе по большому счету получается как с суслом но рост конечно тут такой что какие там сусла сусла вот смотрите того же времени засела хотя она тоже классно конечно у меня там есть который месяц зарастали но там тоже убийственно достаточно ну тоже хорошо но сравнивать даже ничего как-то даже не очень и это к чему потому что мед дорого сусла не везде вы найдете и не всегда сами сделаете а вот дрожжи пекарские один по одному килограмму упаковке уж они везде есть вот у нас 70 рублей стоит такие вот дела ребят есть у меня конечно на меди тоже очень даже хороший результат видите полностью заросло но вот тут какое у меня число стоит 0 4 0 3 но принципе почти два месяца прошло вот но в принципе да нормально тоже потребимо но не знаю если смысл когда тебе надо много жидкости именно получить такой для инъекций маточник то понятно там на любом пойдет а вот для инъекции да еще чтобы раствор был такой что попадет допустим на субстрат и некоторое время он еще позвал что называется то есть на нем грибной мицели не помер бы а что вот такой еще один положительный результат моих экспериментов ребят кому надо пользуйтесь я сейчас все что можно буду переводить на автолиза потому что у меня и планы как говорится в мою схему входит что называется хорошо и с моим планами совпадает вот в принципе суслу тоже буду использовать квасной но наверное это уже будет на другом этапе возможно что я еще подумаю куда его сунуть потому что тут такой рост что не знаю даже самый низко концентрированный раствор он все равно тут супер просто работает и зарастает очень быстро поэтому по технологии конечно и надежно надежно что самое главное везде одинаково заросло а на сусли вот что-то где-то так где-то так тут прям вот все одинаково поэтому я наверно все-таки за надежность больше чем за какие-то там фантазии тем более у меня инкубаторов он сколько я один из них просто 60 градусов сделаю и все могу делать сколько угодно этого автолизата и пекарня рядом со мной прям находится то есть мне достать дрожжи вообще никаких проблем чуть не забыл про суслу показать как он тоже растет ужас тоже очень круто на меде хуже правда может быть она и не везде настолько конечно но все равно очень хорошо ведь тут ну считай до конца 9 10 раствор не одинаково просто один осветлен другой другой нет вот видите тут вообще полностью все забил прям вообще дальше некуда так что ребят все работает все классно работает вот эти банки я вот с автолизатом сделал я сейчас хочу как бы объем увеличить значительно поэтому буду переходить постепенно на здесь у меня маточник будет стоять то есть я прям беру его в банку выливаю и все голову не ворочь ведь как хорошо растет очень хорошо да что самое интересное есть у меня тут самый низко концентрированный раствор вот этот самый большой концентрации здесь наоборот растет хуже был у меня здесь еще стояли банки с меньшей концентрации то есть там процентов наверное 34 вот смотрите как тоже полностью заросло поэтому сусла вообще вещь очень крутая получается прекрасно все растет чуть не забыл вам показать видите как ну здесь вот самый большой концентрации но в принципе лучше не становится от того что питания много что удивительно для меня вот по крайней мере это удивительно видите как все прям полностью зарастает ужас какой есть у меня мнение такое ну как бы оно обосновано в принципе я его для себя подтвердил вот здесь у меня в инкубаторе не больше 20 градусов но там часто может и побольше да вот час 21 здесь ну как в комнате здесь там немного добавляет температуру вот видите отверстие того мне нагревается сильно здесь я сделал так чтобы совсем не падал что называется здесь у меня более-менее такой дышит вот и получается здесь я уже переношу бутылки когда они у меня частично заросли в теплом инкубаторе при 25 градусах а потом я вот это все сюда ставлю и зато ровно очень красиво полностью до верха зарастает ничего там перемешивать не нужно эти лишние заморочки так что ребят не знаю как вам а мне получившиеся технологии очень нравится и самое главное я забыл вернее я еще пока что вам не рассказал но я скоро расскажу там среду приедет одна железка которую мы опять заказали и технологии будет полностью у нас доработанная и собственно вот этим я с вами поделюсь наверное да и наверное точно поделюсь потому что еще же мне ее с собой собой не утащишь никуда все равно я вам гарантирую будет интересно будет классно вообще то есть вот это все оно будет оправдано то есть вот это не будет такой безделицей оно будет все в дело все в тему давайте ребят ждем надеюсь все верим как говорится но видео я вам обязательно сниму всем пока а а а